Кнопки в лифте, почтовые ящики, дверные ручки и стены. От хлорсодержащих средств не скроется в подъезде ничего. Тотальную дезинфекцию в многоквартирных домах Самары регулярно проводят согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Обеззараживают поверхности сотрудники управляющих компаний. За их работой следит мастер. Мастер, который контролирует уборку, чтобы действительно не быть голословным, что уборка проводится, чтобы собственники подписали, расписались, видели. Затем жильцы дома обязательно подписывают акты выполненных работ. Я собачник. И в 6 часов утра, когда я бегу гулять с собакой, уже эта обработка произведена. Она встречает запах в подъезде дезинфицирующих средств. И территория также рядом, то есть лужайки и асфальт тоже обрабатываются. Дезинфицируют регулярно и детские площадки. По постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, санитарную обработку должны проводить не реже одного раза в день. Жильцы у нас реагируют очень положительно. У нас подписывается акт выполненных работ по результатам уборки. Поэтому, в общем-то, все довольны. И у нас все обработки проходят на очень позитивной ноте. Регулярная дезинфекция помогает предотвратить заражение не только коронавирусной инфекцией, но и, например, туберкулезом и другими заболеваниями. При этом дезинфицирующие средства не наносят вреда здоровью или окружающей среде. Средства применяются исключительно и разрешенные к использованию, которые прошли государственную регистрацию и имеющие инструкцию. То есть, если население будет использовать средства в соответствии с инструкцией, то вреда, соответственно, никакого не может быть нанесено ни населению, ни природе. Если управляющая компания не обрабатывает места общего пользования, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Недобросовестным управляющим компаниям грозят штрафы. Вынесено предупреждение на первый раз, а кто-то непосредственно уже привлечен к административной ответственности. Воздействие, то есть, это штрафы на юридических лиц – это от 100 тысяч рублей, на должностных лиц – это от 10 тысяч рублей. В государственную жилищную инспекцию ежедневно обращаются около сотни человек. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.